привет сегодня я хочу показать вам чудеса из слов священного писания вот и сегодня раз как мой рассказ будет о всемирном потопе вот давайте прочтем немножко священное писание вот что говорится о всемирном потопе вот бытие 7 глава 11 стих шестисотый год жизни ноя во втором месяце 17 день месяца тот день открылись все источники бескрайней водной пучины и распахнули створы небес и сильный дождь лился на землю 40 дней и 40 ночей тот самый день но и вошел в ковчег и вместе с ним вошли его сыновья сим хам и афет его жена и три жены его сыновей а также всякий зверь по своему роду ну там от чистых зверей по 7 то есть всего 14 пар 14 видов коров 14 видов баранов ну так очень много зверей вошли вот 14 пород кошек ну 7 пород кошек получается 7 пород кошек самки и 7 кошек самцов да ну вот где то так они чистых только по два то есть по четыре по четыре живо животных вот то есть это для того чтобы не исчез вид животных поэтому так много в видов на нашей планете вот когда горел этот водород и озон который сгорая превращались воду лились на землю 40 дней 40 ночей я сейчас нахожусь над уровнем моря 160 метров примерно по данным геолога разведки вот то есть это озеро находится над уровнем моря на 160 метров вот то есть подо мной скорее всего примерно 160 метров льда да ну принципе получается где-то так но даже если меньше да вот то есть этот лед то я создает глобальное потепление вот сейчас говорят о глобальном потепление что такое глобальное потепление некоторые говорят мы видим глобальное потепление некоторые говорят мы не видим глобального потепления вот смотрите вот что случилось из-за глобального потепления вот видите вот вот что делает глобальное потепление вот почему столько льда да почему столько льда потому что лед лед был образован тогда когда было очень холодно было холодно потому что раньше было много атмосферы то есть воздух был очень жад как в холодильнике а потом когда начало гореть водород и озон атмосфера начала падать и произошел разжатие атмосферы при этом все быстро замерзло ну замерзло да то есть поэтому вся вода которая падала сверху она моментально замерзала и также замерзали и все животные да например вот находят этих мамонтов заживо замороженных под под толстым слоем да да вот и вот этот лед постепенно начинает вот таять ну как мы это все сами своими глазами увидели то есть на самом деле вот священное писание говорит все правильно и в ней находится истина да то есть как мы видим то есть земля была резко заморожена вот иначе бы не было вечной мерзлоты вот и больших вот айсбергов например да или и льдинок пледников не было бы то есть это все произошло из-за того что атмосфера резко начала охлаждаться и тогдашний древний мир в котором жил вот этот ной все это утонуло и еще вот меня удивляет некоторые вещи вот найденные кости в этом вечной мерзлоте да они обычно бывают разорваны ну отломанные сломанные то есть кости животных они ломаются я думаю это из-за того что при падении при резком падении давления внутри костей находятся такие газы как допустим метан да наверное они были сильно сжатом состоянии и просто они разорвались вот и внутренности все они разорвались потому что там много метана было именно поэтому все эти кости сломались и разлетелись поэтому в вечном мерзлоте обычно находят не целые туши мамонтов а только сломанные кости и бесплоти вот вот что происходит при сильном рожать и вот и как бог когда творил мир он сделал столько атмосферы столько атмосферы озона и столько атмосферы водорода вот он сначала сделал каменный уголь и с помощью этого каменного угля он мог изолировать энергию молнии энергия молнии изолировался и она распространялась по всей поверхности земли и выходила вот вот этих хойных деревьев энергия влетает создает озон таким образом кислород который создается в растениях сразу же превращался в озон и поэтому появился много озонового слоя то есть вода превращался в озоновый слой а древесные угли сгорая сгорая выделяли водород и этот водород поднимался над озоном и именно этот водород и этот азот этот озон они сгорели и падали на землю виде дожда дождя 40 дней и ночей и вся земля утонула и поверхность самых высоких гор покрылись на 7 локтей она на на 7 метров да вот на 14 по моему локтей вот энергия которая распространяется над поверхностью земли из древесных углей создает водород и этот водород поднимается на поверхность озонового слоя а часть этого водорода сохраняется в шляпке гриба вот поэтому и бог создал грибы чтобы водород который поднимался наверх мог сохраняться попутно в этой вот этих шляпах гриба вот и точно так же энергия которая вылетает от этих иголок энергия плюсовая выходит и втягивает отрицательные электроны от воздуха эти отрицательные электроны попадая через корни втягивают катион водорода который выделяется под грибами с помощью древесных углей вот древесина сгорает создает древесные угли вот это дерево из нее делают древесину то есть древесные угли вот эти древесные угли замыкаются при прохождении статического электричества молнии вот молния это падает с неба вот тучи они дают энергию и молния падает молния падает на землю вот вот что я хотел рассказать про всемирном потопе то есть все доказательства доказательства того что потоп произошел вот он а знаете еще одна причина почему произошел всемирный потоп всемирный потоп произошел еще по одной причине чтобы сохранился каменный уголь под вечной мерзлотой потому что когда произойдет глобальное потепление и вся земля будет растоплена все льды будет растоплены и появится тот самый изолятор молнии каменный уголь и начнется создание новой атмосферы именно вот почему произошел всемирный потоп а именно для того чтобы сохранить действующий изолятор молнии то есть каменный уголь а каменный уголь она изолирует энергию статической энергии молнии благодаря метану то есть сейчас вот этот каменный уголь находится под вечной мерзлотой ну здесь вот подо мной вечная мерзлота а под вечной мерзлотой под вечной мерзлотой каменный уголь который и создавал все эти удивительные дела и так спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь и делитесь этим видео и смотрите другие видео ждите новые видео спасибо всем